приветствую вас ну все теперь за вас будут работать роботы не верить я тут нашел такую интересную статейку то есть проведили исследования специалисты ну и как вы догадываетесь они посчитали что 2050 году ну не завтра не завтра произойдет радикальная роботизация в результате которой будет высвобождена то есть уволена 98 процентов продавцов 84 процентов охранников охранники не нужны так еще не все семьдесят два процента грузчиков 43 процента бухгалтеров 83 процента уборщицу нифига вот это мне понравилось значит 94 процента учителей вот я поддерживаю шею гнать такое горе и 98 процентов водителей будут работать роботы еще раз говорю это как вам сказать это прогноз исследования да может так и не произойти тем более 2050 и как далеко хотя я как-то рассказывал в китае сейчас появились магазины китая проще где нет ни одного продавца вообще человек заходит магазин сам сошел берет товар выходит с магазина оплатил оплатил под сидеть да вся автоматизация то есть грубо говоря там так сделано что человек заходит сканирует ее лицо он берет товар сканирует какой он товар берет эта технология как это делается это уже как бы роботизация так дальше а дальше действительно ситуация заключается тома человек забрал потом на ту полочку где было контейнер подтянул дополнительно поставил товар понятное дело что конечно какая-то часть людей там есть которые вот тварь успокоился ну что-то там конечно полностью без людей не будет но сам магазин классического кассира там нет так что имеет место как видите есть я понимаю что сейчас для вас это как-то странно как это я захожу магазине одно продавца да да но еще раз говорю что свое время вот был такой момент я надеюсь вы не помните или помнить а когда советском союзе начали открывать универсам и первое а открывали где москве соответственно киеве крупных городах был нюанс когда человек приезжает с провинции он ходил в этот универсам длинной экскурсии почему это универсам где не было продавщицы ну вы знаете классический вариант приходите магазин продавщица вы говорите она там взваживает дает так дальше а универсами вы заходите сам берете товар идете на кассу это это сейчас это кажется ну что тут такого необычного но тогда тут экзотика это действительно человек приходил давайте сходим просто интересно посмотреть ну придет время будет нюансовый заходите магазин ни одного продавца ни одного кассира то же самое и с охранниками да вы сказали это под колпаком но вы наверно слышали что сейчас в той же европе даже провинциальных таких глубинки провинциальной большая часть всей территории под веб камер плюс ко всему наверно вы слышали от искусственный интеллект но это не совсем искусственно логика следующее что да действительно если вас засветил веб камера а вы совершили какое-то преступление то даже по какой-то части вашего там сказать ухо носа так дальше можно высчитать кто вы такой то есть другими словами это резко как бы уменьшает и дает возможность полиции вовремя вас поймать если вы берете такая ситуация существует хотя я знаю что есть многие выступают против говоришь ну как же так я же постоянно под колпаком да да такой нюанс есть не нарушайте законы что касается болтеров согласен тоже смотрите сейчас даже в украине есть возможность вообще не использовать услуги бухгалтер но имеется ввиду если вас не вы маленький если вы работаете по белому и все в беззнальные платежи фактически вы скачали программку 1 1 1 хоп отчет готовы в налог ушел но не надо бухгалтера серьезно я знаю что там есть масса нюансов которые мы не любим но давайте так мы же говорим про роботизация не про то что мы не любим да действительно это возможно теперь вопрос хорошо или плохо конечно хорошо ребят хорошо пускай робота работает проклятый чё ж мы работаем я понимаю понимаю что тут сразу вот люди потеряют работу ребята вы кассиром работали лично работали а может вы настройки кирпичи носили ахуида или грузчиком вы работали вы уверен никто не уверен если работает очень мало а если работали то ты черт возьми такая тяжелая работа тяжелая чертовски тяжелая давайте этот фильм смотришь как это красиво да а когда чаши работы думаешь кошмар поймите наконец-то роботизация прежде всего освобождает от тяжелого труда и на сегодняшнем то обстоятельства что действительно не будет профессии кассира это не проблема это счастье потому что многие люди к сожалению работают нет хорошей жизни им приходится работать кассиром на удрой работы нет но если будет роботизация не будет таких ну как бы не популярных профессий чтобы ну первых будет больше свободное время да действительно это должно привести к тому что продолжительность рабочего дня может уменьшиться абсолютно при сохранении зарплаты то есть другими словами роботы будут за вас сформировать зарплату помните классический карла макса что там же вы своим трудом делайте прибавочный продукт но часть прибавочного продукта получаете вы как работник часть капиталист так сейчас добавляете туда сейчас робота так вот той прибавочный продукт который будет делать робот вы будете воровать себя сразу возникает вопрос а чем же заниматься ну смотрите роботы были если будут но во первых их треба налажив запускать сами понимаете какой бы робот не было значит возможно вы знаете ли нет что сейчас безалкогольные напитки очень сильно автоматизированы пиво там различные его очень сильно сейчас но грубо говоря щас действительно и заводы где но скажем так рабочие это те которые сидят и смотрят за датчиками но чтобы это работало надо все это на строить а для этого роботы не помогли это действительно специалисты вы как работник но работа рабочий который я бы сказал бы наполовину рабочий наполовину инженер это действительно такая профессия уже довольно плюс ко всему действительно наладчик опять же инженер который понимает какой модуль до чего присоединить и где оценить да да вот такая ситуация плюс ко всему естественно возникает колоссальный спрос дизайнера продажника маркетолога ну что произвести пиво большого ума не надо продать заразу надо и тут так упаковка бренд название вот это играет робот не сделает и да действительно спрос на людей которые могут вот так сказать подтолкнуть вас купить эту баночку пива которую вы не хотели о ну и развлечение тоже зеленый туризм фиолетовый водный аттракцион и так дальше и сейчас если обратили внимание есть действительно как развивается различные направления начинают и фитнес и полу фитнес и всякие там развлечения все это будет опять же когда мы говорим от учителей и роботы но вы понимаете в чем логика на сегодняшний момент на вебинары есть ведут учителя понятное дело что уже есть вебинары где все как бы прошито вы смотрите как бы ролик уже ролик со всеми там нюансы да это действительно хорошая вещь и я сказал бы даже лучше потому что у меня знакомого ребенок учится такой интернет школе и там действительно получается вот такой как бы приходит ролик смотрят тут же по ходу ребенок решает задачи то есть если это или отвечает на тесты это срабатывает вот такая ситуация вот видите робот уже так что пока